Все знают, что для снижения веса нужно создать дефицит калорий, чтобы организм тратил больше, чем получает. И есть всего два способа достижения этой цели. Способ первый – увеличить расход калорий, а второй – сократить приход. А еще лучше комбинировать эти оба способа, типа и корректировка питания и физическая активность, ибо вместе веселее. И если говорить конкретно о питании, то калории должны сокращаться по определенным правилам, которые позволяют не просто похудеть, а сжечь именно жир, а не все, что в теории может быть использовано в виде топлива, в том числе мышцы. Ну и разумеется, при всем при этом нужно не потерять здоровье, что довольно часто можно увидеть при бездумном снижении калорийности. И кстати говоря о калорийности, важно понимать базовые вещи. Во-первых, калория калорий рознь, так же как и содержание углеводов в продукте. Углеводы из капусты брокколи и углеводы из сахара – это разные вещи. По факту и те, и другие в конечном итоге превращаются в глюкозу в вашей крови. Но есть и существенные отличия. Например, биологическая доступность тех самых углеводов. Если сахар усвоится на все 100%, и произойдет это очень быстро, то с капустой брокколи все совсем не так. Во-первых, нужно учитывать, что огромное количество клетчатки замедляет и фактически нарушает усвоение углеводов, от чего вы уже получите меньше калорий. Во-вторых, та клетчатка, которая содержится в овощах, заставляет желудочно-кишечный тракт работать куда больше, чем тот же сахар, который всасывается моментально и без особых энергетических затрат. В итоге капуста заставила нас и потратить больше калорий на усвоение, и дала меньше калорий на выходе. Поэтому сравнение по калорийности сладкого молочного коктейля и гречки с овощами как минимум некорректно. По факту это и разные энергозатраты на усвоение, и конечный коэффициент полезного действия продукта, если можно так выразиться. То же самое можно сказать и, например, про белковые продукты, которые тратят на свое усвоение огромные ресурсы желудочно-кишечного тракта. И на выходе мы получаем меньше чистый доход этого предприятия, ибо уж очень много издержек. Добавим сюда другие факторы, которые влияют на коэффициент усвоения, в том числе чувствительность клеток к инсулину, и другие переменные, и получим то, что калория калории рознь. И снижать калорийность нужно с умом, а не просто оставляя в своем рационе некие цифры, которые написаны на упаковке продукта. Следующий момент, который вам нужно принять как неизбежность, это непостоянство обмена веществ. Я уже снял на эту тему пару десятков роликов и написал столько же статей. И если какой-то калькулятор выдает вашу точную норму калорий, то можете его просто проигнорировать, ибо такой нормы не существует. Даже с разницей в одну неделю ваш обмен веществ может существенно отличаться в цифрах. И зависит он от огромного количества факторов, которые этот процесс регулирует. Так, при снижении калорийности рациона, метаболизм довольно быстро перестраивается и замедляется, а вместе с ним и снижение веса. Обидно, обидно и мне обидно, но вариантов нет. По факту самый удачный вариант это поэтапное снижение калорийности вслед за адаптацией обмена веществ. В принципе, все то, о чем я говорю всегда. А если же говорить о правилах снижения калорий, то здесь все просто. Сохраняя белковую составляющую рациона, снижаем сначала углеводы от простых к сложным, а затем частично жиры. И на сравнительно короткий период, чтобы сжечь максимум жира, и при этом не нанести ущерб здоровью. А если заглянете в описание, то найдете там волшебную ссылку на волшебную страницу, на которой подробно расписано то, о чем я говорю, и как питаться, и как тренироваться, чтобы добиться максимального результата в снижении веса и изменении состава тела. Там же вы найдете мой пошаговый план питания и полноценные тренировочные курсы, которые уже многократно доказали свою эффективность. Переходите и изучайте. А с вами был Александр Добромирь. Пока.